Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 13 февраля и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня смогла закрепиться выше максимальное значение, которое мы увидели вчера в понедельник и в конце прошлой недели, четверг и пятницу, а именно отметка 1.2296. На текущий момент можем ожидать переход уже в фазу роста с целями движения на 1.2544. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимального значения, которое было зафиксировано вчера на отметке 1.2234. Пара британский фунт и американский доллар на текущий момент продолжают свое нисходящее движение. Цели снижения этого ухода ниже отметки 1.3795 минимум, который был зафиксирован вчера, но и далее поход на 1.3464. Возврат к покупкам по данной паре будет рассматриваться после преодоления и закрепления за максимум вчерашнего дня отметка 1.3875. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент продолжают свое восходящее движение. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые мы видели вчера и в пятницу. Это отметка 1.2554. Если канадец может закрепиться ниже данного уровня, то вероятен переход вновь к снижению с целями на 1.2250. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение. Цели по снижению это уже отметка 1.0728, а ближайший разворотный уровень находится на максимальном значении вчерашнего дня отметка 1.0888. Пара австралийский доллар и американский доллар вчера начала свое восходящее движение. Оно произошло после закрепления за максимумы пятницы. Это была отметка 1.7828 и на текущий момент цель среднесрочное движение в область 81.70. Возврат к покупкам, возврат к продажам по данной паре будет рассматриваться после преодоления минимальной значения вчерашнего дня отметка 1.7808. Пара еврофунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение, подошли вплотную к уровню сопротивления, который находится на максимуме 7 февраля. Это отметка 1.8896. Если еврофунт удастся закрепиться выше данного уровня, то вероятен смена направления на восходящее с целью движения на 89.70 и уже на 90. Цели по снижению от обновления минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе, уход ниже отметки 1.8770 и 1.8719. По золоту мы также переходим в фазу роста. Вчера мы видели закрепление за максимальными значениями четверга и пятницы, поэтому на текущий момент тенденция формируется именно восходящая с среднесрочными целями движения на 1.378. А ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях пятницы, отметка 1.310. По нефтемарке Brent тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это область 55.66, ну а возможные покупки будут рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 64.65. По индексу DAX вчера мы видели торговлю выше максимальных значений, которые были зафиксированы 9 февраля. Если индексу DAX удастся удержаться выше отметки 12215, это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, то вновь возможен переход в фазу роста. Если DAX опустится ниже данного уровня, то тенденция нисходящая с большей вероятностью продолжится. По биткоину тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели по движению это уход выше максимальных значений, которые мы видели 10 февраля за отметку 9057, ну и далее движение на 12600 уже будет актуально. Возврат к коррекционному нисходящему движению по биткоину будет рассматриваться в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник на отметке 7956. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то ставьте лайк, ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok